В Донецке в эти минуты продолжается обстрел, который украинские силовики начали еще в ночь на воскресенье. Горожане сообщают о залпах в центральных и северных районах. По данным ополчения, которое приводит агентство РИА Новости, за минувшие сутки погибли 16 мирных жителей, более 40 госпитализированы. Наибольшее число убитых и раненых в Ленинском районе, в том самом, где менее двух недель назад на троллейбусной остановке жертвами минометного обстрела украинской армии стали 8 человек. На этот раз на линии огня оказались жилые дома, больница и одно из немногих работающих в регионе предприятий, завод «Донгурмаш», который выпускал шахтное оборудование. Продолжается противостояние в районе Дебальцево, которое стало самой горячей точкой на карте Донбасса. Как сообщили в штабе армии Новороссии, все чаще фиксируются случаи, когда силовики наносят удары по своим. Сегодня днем в Олигорске трое украинских военнослужащих, заблокированных в одном из жилых домов на восточной окраине города, после переговоров согласились добровольно сложить оружие и сдаться подразделениям армии ДНР. Однако, в ходе внезапно начатого обстрела этого района из украинских градов, в результате прямого попадания в дом реактивного снаряда все они погибли. На днях вооруженным силам ДНР удалось пресечь подвоз боеприпасов окруженным силовикам. Вместе с тем, украинским военным позволяют беспрепятственно эвакуировать раненых. Сейчас ополчение контролирует полтора десятка населенных пунктов в окрестностях Дебальцево. Цель армии ДНР – как можно дальше отбросить украинскую артиллерию от крупных городов, Донецка и его спутников, чтобы больше не гибли мирные граждане. Из района противостояния. Репортаж Антона Степаненко. Пусть приезжают, зирают. Приедут вряд ли, а заберут тем более. Армия ДНР сдавливает Дебальцевский котел, в который попала 8-тысячная группировка украинских войск, отбивая у нее захваченные раньше поселки. На этот раз освобождено Никишино на восточном направлении этой наступательной операции. Это позиции украинской армии на окраине села Никишино. Оборону здесь они держали 4 месяца. До вчерашнего дня, пока эту часть села штурмом не взяли части Донецкой армии. Штурмовала 2-я рота 1-го славянского батальона. Победная атака продолжалась 7 часов. Начали в полночь, закончили под утро, без потерь. Успех этой операции во многом его заслуга. Захватив накануне двух пленных, они получили информацию о системе обороны противника. Причем брали дерзко, просто подойдя к обедавшим солдатам, попавшимся им случайно. А вообще в этой вылазке его группе надо было подбить танк. Зашел к ним, говорю, о, привет пацаны, вы что тут, окараб, говорят, вы что тут шашлык жарите или что? Они говорят, тони тушенку. Я говорю, а чей танк? Они наш танк. Я говорю, кто у вас, говорю, командир, они батя. Я говорю, ага, проклад, раскладываю. Все, говорю, правильно, и забираем двоих. Не выдержав раке ополченцев, солдаты стали отходить, в спешке и налегке. Нам показывают оборудованные в погребах укрытия, набитые продуктами и боеприпасами. Такими припасами, как у них, они бы еще точно месяц без подвоза удерживали его. Может даже и больше. Но припаса на батальон точно было. Здесь же находим детские рисунки к Новому году, которые вроде как должны были поднять боевой дух защитников украинского отечества. Но выходит, что поднять не удалось. Бросали даже вооружение. То, что пригодится, ополченцы уже не первый час складывают в грузовики. Здесь и ящики с патронами, выстрелы к гранатометам. В пирамиду собраны противотанковые мины. Рядом коробки с противопехотными. Вот, одежды побросали. Вот, под одеждой заряды на эрконе. Вот, новые, они побросали их. Но главные трофеи – три боевых машины пехоты. Они хоть и подбитые, но можно отремонтировать. Танками их буксируют в тыл. Окопы, блиндажи и практически в подвале каждого дома огневые точки. Украинские части зарыли землю в Никишино основательно. До войны в Никишино было примерно 700 человек. Практически все разъехались. Из тех, кто остался, освобождения поселка дождались лишь девять. Николай – один из них. Теперь, как надеется, жена и дети смогут вернуться. В этой части поселка его дом пострадал меньше других. Конечно рад, конечно рад. Я хочу уже и жену увидеть, и своего, как говорится, внука всего. Давно не видели? Да. Где-то с октября месяц. На фоне боевых действий в Донбассе освобождение всего лишь одного поселка Никишино может казаться незначительным. Но вот такие локальные победы Донецкой армии не дают украинскому командованию возможности снять часть войск и перебросить их под Углегорск и Дебальцево. Где с каждым днем все туже затягивается горловина Дебальцевского котла. Антон Степаненко, Артем Григориан, Рушан Умяров, Первый канал, Донбасс. Тем временем в украинской столице снова заявляет о себе Майдан. Набирают обороты протестные акции боевиков территориальных батальонов и нацгвардии. Так и в воскресенье сотни человек требовали отставки президента и глав всего силового блока. Они упрекают власти в том, что реформы буксуют. Обещания, которые давались во время февральского переворота, не выполняются. А коррупция и кумовство процветают. Манифестанты обещают целую серию подобных миссингов на этой неделе. Ближайший намечен на завтра у стен генпрокуратуры. Но в регионах не стихают волнения по поводу мобилизации, которая по сути превратилась в принудительную. На днях министр обороны Степан Полторак посетовал, что в стране 80% уклонистов и самые непатриотичные граждане пытаются скрыться за границей. Теперь мужчинам призывного возраста, чтобы уехать с Украины, придется предъявлять некую справку из военкомата. Но сотрудникам комиссариатов становится все сложнее выполнять свою работу. Так, в одном из поселков Донецкой области, той часть, которая контролируется силовиками, к военкому пришла толпа местных жителей, преимущественно женщин, чтобы выяснить, когда из региона выведут тех солдат, которые уже есть. Значит, отсюда войска уйдут, когда уйдут российские войска. Напомню, в минувший четверг глава украинского генштаба признал, что российских вооруженных сил на территории Украины нет. Это заявление он сделал во время традиционного брифинга по промежуточным итогам силовой операции в Донбассе. В Херсонской области выясняют причины взрыва, который прогремел в полевом лагере территориального батальона вооруженных сил Украины. В результате погибли 6 солдат, 11 получили ранения. Все случилось в одной из палаток военных. По предварительной версии, детонировал боеприпас. Вспыхнул пожар, который не могли потушить три часа. Расследованием, помимо военной прокуратуры, занимается еще и служба безопасности Украины. Барак Обама впервые признал, что Вашингтон причастен к госперевороту на Украине. Американский президент во время визита в Индию дал интервью телеканалу CNN, в котором сказал, что США, цитата, выступили посредниками при переходе власти. Обама также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву и странам НАТО, которые граничат с Россией, и одновременно с этим будут усиливать давление на Москву. При этом он отметил, что военный конфликт между США и Россией не в интересах Вашингтона и всего мира. Тем временем в окружении Обамы снова заговорили о возможных поставках на Украину оружия. Как сообщает американское издание New York Times, после серии неудач украинских силовиков к предоставлению летальной военной помощи склоняются командующие силами США и НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов. Также вопрос готов обсуждать глава Госдепа Джон Керри и советник президента по национальной безопасности Сьюзен Райс. По информации издания, речь идет об оборонительном вооружении, технике, в том числе противотанковые ракеты, дроны и радары. Греция не готова отказываться от исторических связей с Россией. Об этом заявил глава греческого МИДа Никас Кадзиас. По его словам, афины могут стать посредником в отношениях Москвы и Брюсселя. Напомню, в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, глава МИДа Греции фактически заблокировал введение новых санкций против России. Позиция Афин вызвала беспокоенность в Европарламенте. Его глава Мартин Шульц назвал новое греческое правительство неопытным и напомнил, что именно ЕС спас страну от дефолта. В ответ министр финансов Греции на встрече во Франции уже отказался от нового кредитного транша. В Еврокомиссии тем временем заговорили о ликвидации формата тройки международных кредиторов для Греции. Большая часть книг фундаментальной библиотеки РАН, где произошел пожар, находится в удовлетворительном состоянии и подлежит восстановлению. Об этом сообщает по МЧС. Кроме того, спасатели, которые обследовали здание, дали заключение о том, что оно устойчиво. Ущерба несущим конструкциям нанесено не было. А это значит, нет угрозы дальнейшего обрушения. Не исключено, что уже сегодня сотрудники смогут вернуться на рабочие места, но только в ту часть здания, которая не пострадала. Причину ЧП устанавливает следственная группа. Напомню, все произошло вечером. 30 января тушили библиотеку больше суток. Теперь о программе, которая набирает все большую популярность у сельских жителей. Социальный контракт, по сути, это договор, согласно которому люди получают от государства средства, необходимые, к примеру, для начала собственного дела. Тысячи семей уже воспользовались этой возможностью. Из Владимирской области репортаж Андрея Кузнецова. Завели поросят. Вот здесь они у нас живут. Открыть собственную мини-ферму Надежда и Сергей Федоровы мечтали давно, но доходов сельского почтальона и водителя, признаются, не хватало. Стартовый капитал 60 тысяч рублей они получили под программой поддержки малоимущих семей. Родители всю жизнь держали. Ну, раньше всю жизнь держали. Не страшно было начинать, то есть, как бы оно знакомо было, просто не было своих возможностей, там, приобрести, там, сарай, там, поросят купить. Федоровы подписались районной администрации и так называемый социальный контракт. Составили смету, а потом отчитались за потраченные на покупку поросята и обустройство хозяйству деньги. Первую прибыль 70 тысяч рублей получили в прошлом месяце, когда продали партию мяса и сало собственного производства. Мы вот первую партию сдали поросята, у нас получился дополнительный заработок. Деньги нужны, дети растут маленькие, поэтому так вот решили завести. Попробовать получилось, вроде ничего, нормально. Хотим дальше развивать свое хозяйство. В районной администрации говорят, от желающих получить помощь по контракту отбоя нет. Да и чтобы начать собственное дело на селе, зачастую нужны не такие уж большие деньги. Когда говорят, что если хочешь помочь человеку, не накорми его рыбкой, а дай удочку и научи рыбачить. Так и этот закон стимулирует принимать активные действия для того, чтобы выйти из сложных жизненных обстоятельств. Деньги по социальным контрактам уже получили около ста семей. Эти средства чаще всего тратят на покупку кормов, стройматериалов, кур, поросят или как здесь. Семья купила дойную корову. Буренка дает 20 литров молока в день. На столе у Васильевых парное молоко и яйца всегда были домашними. Но если раньше подсобное хозяйство кормило только их семью, то с появлением второй коровы излишки молока стали продавать. На вырученные деньги планируют купить еще несколько буренок. Наше уже хозяйство, оно начинает давать такой хороший доход. Можно было бы сделать семейную ферму. У нас здесь, в принципе, в районе-то нету, наверное, вот таких молочных ферм. Помощь от него большая. Пахать будем летом, красить сено. В деревне Финляндии, но теперь не ждут помощи от коммунальных служб. Дороги на собственном тракторе чистит Борис Леменов. Купить такую нужную технику тоже помог социальный контракт. Поддержанный ЛТЗ-40 обошелся в 80 тысяч рублей. Поначалу боялись, думали опять, как всегда, куда пойдешь, какие бумаги оформлять. Везде же волокиты. Быстро мы все оформили. Собрали необходимый документ. За несколько месяцев трактор ни дня не простоял без дела. О главе большого семейства, который до этого перебивался случайными заработками, теперь точно не до отдыха. От подрядов до расчистки дорог, до перевозки грузов. Заказов так много, что Борис уже задумывается о покупке второго трактора. Помогать отцу вызвался старший сын. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Евгений Виноградов. Первый канал. Владимирская область. Новости с финансовых рынков. Торги на московской бирже этим утром открылись ростом доллара и евро. При этом американская валюта поднималась выше 70 рублей. Затем был небольшой откат. И в итоге средневзвешенный курс на его основе Центробанк устанавливает свой официальный. Составляет 69 рублей 66 копеек за доллар. Ну а единая европейская данная на 11 утра доходила до 79 рублей 39 копеек. На Камчатку, которая еще не успела прийти в себя после недавнего удара стихии, вновь обрушился циклон. Тельнейший снегопад и штормовой ветер. В регионе объявлена повышенная лавина опасность. На трассах оборудованы пункты обогрева для водителей. В ряде населенных пунктов закрыты школы. Пока серьезных сбоев в авиасообщении нет. Нелегко этим утром пришлось и пешеходам, и водителям Нижнего Новгорода. За ночь парковки замело. Кое-где машут снегу по самые стекла. Из-за сугробов на дорогах десятибальной пробки. В России день воинской славы. 72 года назад завершилась Сталинградская битва, которая стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Событие, приблизившее победу. Ведь с этого момента стратегическая инициатива оказалась у советских вооруженных сил, и они удерживали ее до полного разгрома фашистов. Памятные мероприятия в эти дни проходят повсюду, а в Волгограде представители патриотических клубов воссоздали один из самых главных эпизодов пленения немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. Соблюсти историческую достоверность старались во всем. Даже провели спектакль в том самом подвале, где прошел первый допрос. Среди зрителей были те, кто пережил войну в Сталинграде. Люди признают события 70-летней давности и сегодня свежи в памяти. Репродукторы по улицам стояли и предупреждали граждане воздушная тревога. Люди пугались сразу, крики, шум, все бежали куда-то, прятались. Вот это было страшнее всего. Битва за Сталинград длилась 200 дней и стала символом мужества и стойкости, проявленной бойцами Красной Армии. Сегодня юбилей отмечает человек, без которого современную ядерную физику просто невозможно представить. Академику Евгению Велихову 80 выдающегося ученого уже поздравил президент. Владимир Путин встретился с юбиляром в Нового Огареве. Он сообщил, что подписал указ о награждении Велихова орденом за заслуги перед Отечеством Первой степени. Ну и преподнес символический подарок. Я хочу вас поздравить с праздником, с вашим юбилеем, с днем рождения. Вы очень известный и выдающийся ученый для нашей страны, для ваших коллег за границей. Ваши заслуги признаны во всем мире. Вы один из руководителей советской ядерной программы, участник ликвидации аварий на атомной электростанции Чернобыльской. Вы до сих пор продолжаете работать активно в ядерном центре, в нашем Курчатовском институте. Я, знаете, вот хотел бы вам такой личный подарок преподнести. Знаю, что вы в детстве увлекались конным спортом. Да, и женился из-за этого. 56 лет, и женился. Это будет вам напоминать. Это первое. А второе, хотел бы сказать, что государственную награду, орден за заслуги перед Отечеством Первой степени, конечно, мы будем вручать в Кремле. Поздравляю. Спасибо большое. О человеке, который смог приручить энергию Солнца. Репортаж Ольги Паутовой. Доска с решениями, которые внезапно приходят на ум. Книги по физике, стоящие рядом с теорией музыки и томиком стихов. И десятки альбомов с записями из командировок на полках рабочего кабинета. Некоторые из них Евгений Велихов привез из Чернобыля. Разрушен реактор. Ученый обследовал уже через несколько дней после катастрофы. Уехал на три дня, а вернулся только через полтора месяца. С огромной корзиной клубники в руках. С клубникой ситуация такая. Сама ягода, она не набирает активности. А листик, ну листик надо оторвать. Привез. Жена говорит, да ты что, сумасшу. Привез клубнику из Чернобыля. Вот, я говорю, ничего особенного, смотри, померяй. Ну, померили, она немножко звенит. А я говорю, теперь меня померяй. Она померила, это сто раз больше звенит. Я говорю, ну будешь встанной спать? Она говорит, ну а что делать? Ну, давай-то, осиди вот в клубнику. Увидев последствия взрыва своими глазами, Велихов убеждает Рейгана начать переговоры по прекращению ядерных испытаний. А потом задумывает, казалось бы, невозможное. Решить все энергетические проблемы планеты. Он создает свое собственное Солнце на Земле. Термоядерный реактор. Самый смелый научный проект столетия. Так детище Велихова окрестила мировая пресса. Сегодня уже понятно. Термоядерная энергия – вопрос ближайших десятилетий. Вся энергия, которую мы получаем с вами, вот используем, электрическая, вся энергия на Земле, она происходит от Солнца. А Солнце – это термоядерный реактор. Таким образом, вся наша энергия термоядерная. Только часть из нее идет в виде прямого излучения Солнца, а часть накоплена в нефти, в газе, в угле. Он опережал время и, кажется, даже привык к тому, что за каждую идею ему приходится бороться. Так было и с компьютерами, которые в нашей стране появились благодаря Велихову. Во время заграничных командировок он подружился со Стивом Джобсом и буквально заболел его проектом персональных компьютеров. А позже ученые Курчатовского центра первыми в Советском Союзе подключились к интернету. Сам Велихов с информатики переключается на исследование самого мощного компьютера на Земле – человеческого сознания. А главное – подсознание, о силе которого мы порой даже не догадываемся. Кажется, он до сих пор смотрит на мир глазами ребенка. Ему интересно все вокруг. И нет такой области физики, где Велихов не сказал бы своего слова. Вот тут есть такой анекдот, я очень люблю его, его Игорь Васильевич Курчатов любил. Что когда поступает в Курчатовский институт, заполняет анкету. И в анкете есть такой вопрос – род занятий. И одна дама, которая поступила, написала, занятия были, но родов не последовало. Так вот, надо добиваться, чтобы роды последовали, чтобы был практический результат. На этот практический результат он работает даже в свой день рождения. В институт по привычке приходит раньше всех. И в свои 80 остается по-прежнему термоядерным.